Я был в Америке 7-8, примерно 9 раз. Типа ВКонтактике там 3 фотки где-то с Гранд Каньоном выложил и все. Мне было 18 лет. Там есть возможности, там есть деньги. Мне кажется, мне сейчас надо в себя прийти. Я только к концу поездки условно понял фразу I got it. Это было путешествие мечты. По Таймсквере, где я работал, ехать 2 часа. Я в общей сложности продал больше 2,5 тысяч картин. Ты такой, чертова пальма, ну... Да, вселенная как бы услышала. Легко. Ребята, всем большой привет. Добро пожаловать на мой канал. Я знаю, что вы меня очень сильно заинтересованы в теме Америки, жизни в Америке, путешествий в Америке. И поэтому я сегодня для вас подготовила большой подарок. У меня будет в гостях гость. И это будет мое первое интервью. Мы будем говорить о поездках в Америку, о получении различных типов американских виз. Ну и самое главное, вишенка на торте. Мы сегодня проговорим про тему, про которую обычно не говорят. Про тему депортации из Америки и бан на въезд в США. В общем, обязательно продолжайте смотреть. Будет безумно интересно. Артем, давай начнем вообще буквально в двух словах. О тебе, кто ты, чем ты занимаешься, где ты жил до переезда в Москву. Вот буквально об этом. Мне 25. Я сейчас живу в Москве последние 8 лет. Но при этом мои последние, мое такое юношество и годы студенческие, они были связаны с Америкой. Я приехал в Москву из маленького города, поступил в университет, отучился 4 года в бакалавре, потом еще 2 года в магистратуре. Сейчас я работаю в клевой компании 24ТТЛ. Здесь мы делаем IT-решения. И вообще я учился и поступал на журналистику. Потом в магистратуру поступил на рекламу и связи с общественностью. Работаю я совершенно не по специальности. Давайте теперь будем, наверное, переходить к самой главной теме, теме Америки. Как вообще так получилось, что ты задумался об Америке? Как ты впервые поехал в Америку? Какой это был тип визы? Вот об этом все поподробнее. Когда я год отучился, я понял, что учеба – это очень относительно, и нужно обязательно чем-то новым заниматься. Я узнал от друга, что есть какая-то программа Work and Travel. Я совершенно до этого не так много путешествовал, не знал, что такое Америка, где она вообще находится, какие там города. У меня было абсолютно ноль информации. При этом у меня было желание двигаться, куда-то ехать, что-то новое путешествовать. Я пошел, узнал информацию, пришел в компанию, которая занималась этим. Это был уже февраль. Уже практически набор был закрыт, но у меня было желание, я все узнал. И в тот же день достал какие-то деньги из кармана, заплатил, внес в нос и позвонил родителям. Сказал, мам, ну как бы у нас такая тема нарисовывается, что надо… Я поеду в Америку. Да, мы поедем. Ну, конечно, для нее был шок, такой, типа, какая Америка, но… Я такой же был. Прошло некоторое время, мы как бы все порешали, мама встала на мою сторону. Я поехал, мне было совершенно неважно, куда я поеду, какой город. Я ничего не знал для меня, что Галвистон, что Техас, что Нью-Йорк – это были одни слова. В итоге, как ты сказал, мы поехали в одноэтажную Америку. Это был Техас. Это было побережье Мексиканского залива. Я жил, мой дом был на первой береговой линии. Я просыпался под звук скрипящей пальмы. Программа классная. Я поехал в Америку без языка практически. Я разговаривал на жестах, ну, буквально. У меня было очень плохо с пониманием. При этом я поехал на одну из самых низких должностей. У меня была зарплата 8 долларов в час. Тогда минимальная зарплата была 7,25. И я работал уборщиком в аквапарке. И какое-то время меня ставили на горки, как спасатель. Мы так отработали примерно 2,5 месяца. Я заработал приличную сумму денег. При этом работаю очень много в таких очень сложных условиях. Потом решил попутешествовать. У меня были очень классные друзья, с которыми мы жили в то время там. Я был парень, который не то чтобы много, у которого были большие желания, большие возможности. А при этом люди, с которыми я жил, они учились в вышке. У них были богатые родители. Они мне сказали, Тём, типа... Погнали. Погнали, мы сделаем очень круто. Если тебе что-то не хватит, мы просто поможем, вкинем. И я сел, позвонил маме, и она сказала, ты сам заработал эти деньги, ты можешь с ними делать все, что угодно. Я говорю, ребят, окей, поехали. И это, конечно, просто перевернуло мою жизнь. Потому что это было путешествие мечты. Я потратил за две недели больше 250 тысяч своих заработанных денег. Тогда это было много. Мы взяли Ford Mustang, Cabriolet. Мы ехали по Калифорнии, проехали Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Гранд-Каньон, Лас-Вегас. Мы были в казино. У меня тогда не было даже 21-го. Я не мог не водить машину. Ребята водили. Я не мог играть в казино. Но мы там сделали фейковые айдишки, чтобы можно было там условно покупать алкоголь. На второй день нашего путешествия, когда мы только взяли машину, арендовали, приехали в центр Сан-Франциско, вышли в кафе и оставили машину. Мы вышли и обнаружили, что у нас забрали машину. Потому что мы неправильно припарковались. Буквально 20 минут мы находим то место, куда ее отвезли. Пришли, типа, тетенька, извините, у нас машину забрали. Там вот это вот наш, Ford Mustang Cabriolet стоит. Можно нам забрать? Она такая там посчитала, говорит, ну да, можно там, 550 баксов с вас. Попытались ее, ну как бы, уговорить, что мы не местные, мы только приехали. Она сказала нам, ребят, вот вы еще 5 минут поболтаете, уже будет 42 тысячи. До итоги мы скинулись, забрали машину. Так мы попали в реальность американскую. И поняли, что там все по закону, все делается правильно. Ну, значит, получается, первая твоя виза американская, это была виза J1 студенческая. Давай перейдем, я знаю, что ты потом туристом ездил в Америку. Давай про это поподробнее поговорим. Как ты решил получать туристическую визу? Как было получать туристическую после J1? Я слышала о том, что иногда бывают проблемы. Вот об этом всем процессе именно получения визы. Я визу делал практически самостоятельно, на всех этапах это изучал сам. Никогда ничего никому не платил. И даже после этого помогал людям это оформлять. И все было успешно. Второй раз, когда я уже после J1 вернулся в Россию, приехал, поездка была крутая. То есть, с точки зрения работы было тяжело. Мне Америка не то чтобы сильно понравилась. Когда я вернулся, я, конечно же, понимал, что почему бы не продолжить эту историю? Эта история крутая. Там есть возможности, там есть деньги. Я просто пошел, сам посмотрел, как сделать заявление на туристическую визу. Что это сделать? Разобрался, заполнил все документы, отправил. Меня вызвали на собеседование. Я пришел. Все прошло просто... Давай поподробнее. Вот тут вот. Как собеседование? Какие вопросы задавали? Ты помнишь? Ну, конечно, помню. Это базовые вопросы о том, какая цель поездки, кто ты, какая у тебя условная привязка к родине? Допустим, есть ли у тебя родственники там в Америке? Кто оплачивает поездку? Потому что Америка не дешевая страна, и важно, чтобы было понимание, твои это или эти деньги. Я писал всегда, что у меня оплачивали родители. Меньше вопросов. Если вы уж супер боитесь и такие, а, не знаете, вы знаете, что вы будете очень сильно нервничать, вам нужно супер подготовиться, и у вас есть деньги, просто идете в агентство, платите 3000 рублей, и вам за вас все делают, и готовят вас. Ну, сейчас я о расценках слышала, что все от 20 начинается. Ладно, я не знаю по ценам. Условно вы платите за свои нервы. Ну, здорово. В общем, ты получил с легкостью свою первую турвизу. Дальше перейдем к твоему уже первому туристическому путешествию, и чем ты на самом деле в Америке занимался, и как тебе это вообще пришла идея? Я думал, куда бы поехать, просто чтобы посмотреть, попробовать поработать. Я знал, что так ребята делают, и я выбрал Нью-Йорк, потому что самый дешевый билет, и очень много таких отзывов. Ну, город большой, я там не был, и я взял билеты в Нью-Йорк, туда-обратно на 3 месяца, на лето. И так получилось, что я все это время совмещал с учебой. Очень часто я просто... Так как сессия была первый месяц обычно летом, а я уже знал, что в начале лета я должен быть в Америке, я всегда пропускал сессию, уезжал и сдавал все хвостами. Когда я еще был в России, я, конечно, начал узнавать, что по жилью, что по работе. Я там писал в группы различные, тогда это был контакт, паблики. Сейчас это все в ТГ перешло, да. И буквально я уже знал, что я примерно посмотрел хостел, где я буду жить, и мне написала женщина, которая посмотрела там мою историю, какую-то сообщение, и написала, что, блин, я там занимаюсь тем-то, тем-то, рисую, приезжай, я тебя могу обучить чему-то, если тебе понравится, то посмотрим, поработаешь. Так как я был открыт к любым возможностям, мне было неважно, буду ли я грузчиком, буду ли я офиком или чем-то другим, я такой, почему мы нет, давай встретимся. И фактически, ну как бы, судьба сама дала мне такую возможность, которая в итоге предопределила все мои 7 лет этой жизни и помогала мне развиться с 8 долларов в час больше, чем, там, 13-14 тысяч долларов в месяц. Это, ребята, чтобы вы понимали, даже по американским меркам, это не то, что по России, это же 13-14 тысяч долларов, это в Нью-Йорке очень хорошо. Это в Нью-Йорке. Нью-Йорке один из самых дорогих городов в Америке. И, ну, это в принципе, условно средняя зарплата, она в год исчисляется. Да. В Нью-Йорке хорошая зарплата, это там 80, 90, 100 тысяч. Но это путь, который, ну, те деньги, которые я мог зарабатывать там уже в последней поездке. Я стал художником, такое супермодерное направление, спрей-арт. Это мы рисовали картины баллончиками, делали на бумаге или на конве, и потом продавали эти картины как сувениры для туристов, в онлайне и так далее. Это очень красиво. Артёма мы попросим скинуть на фотки, и я вам тут здесь всё обязательно покажу. Которая зародилась вообще в Мексике, потом там в конце 2000-х перекочевала в Америку, потому что там был рынок, там были туристы и так далее. Нью-Йорк как супер популярный город. И в Нью-Йорке уже было сформировано направление людей, которые этим занимались. И при этом я туда попал, меня научили этому. Ну, типа такая история, что мне сказали, чувак, мы тебя учим три дня, и на четвёртый день ты должен делать деньги. Я такой, ну как бы, мой преподаватель по ИЗО говорил мне, что меня нельзя подпускать к искусству на километр, но я был больше, ну как бы, такой проактивный в плане бизнеса. Я хотел делать деньги, мне было неважно. Я такой, ну давай попробуем. Первый день, ну как бы, такое себе. Второй день, ну такое себе. Третий день вроде что-то начало получаться. Четвёртый день я уже вышел, начал рисовать какие-то картины, корявые, максимальные. Люди подходили и смотрели на картины, и такие, я такой, ну га***, да? Они такие, ну да, но ты красавчик, типа ты что-то делаешь. Ну и мне несложно дать тебе там 10 баксов за картину. Точнее, я попал туда, где у меня не было навыков, не было каких-то скиллов, я никогда не рисовал, но при этом было очень интересно смотреть, как люди со стороны оценивают больше твою энергию. Они платят деньги не за твои навыки, а за то, что ты просто молодой, тебе 18 лет, и ты что-то делаешь. Но они видят, что молодой пацан, который что-то делает с энергией, с желанием, ещё что-то пытается, ещё вроде бы что-то красивое, они всегда подходят тебе и говорят, типа keep in going, продолжай это делать, ты крутой, у тебя всё получится. И это меняет сознание. Когда ты в России что-то делаешь, ты делаешь очень долго, очень круто, очень мало людей, которые тебя на этом пути сопортят. Это реально так, это особенность наших людей. Мы очень скромны на комплименты, в принципе. Мы никогда не делаем комплименты. При этом американцы, ты идёшь, и к тебе могут на улице подойти и сказать, чел, у тебя классная кепка, где ты такую купил? И всё, и у тебя настроение на этот день классное. В России в меньшей степени транзито, поэтому просто поддерживайте любые начинания людей, потому что это ваше окружение, вам это вернётся энергией. И мы начали работать вместе с человеком, я работал 50 на 50, то есть ту сумму денег, которую я зарабатывал, 50% я давал, 50% я забирал себе. Для меня это было очень круто, я полностью отдавался работе. Была кайфовая жизнь. При этом я ещё учил английский, ходил, занимался спортом. Так я отработал, наверное, 2 поездки, то есть я приезжал, работал на человека, улучшал свои навыки, как мастера. И в один момент, когда я уже приехал, тоже на лето, сезон был не очень хороший, я не помню по каким-либо причинам, то есть было мало туристов, был не очень хороший заработок, и я отработал июнь и июль на человека, было очень плохо с деньгами, тогда я зарабатывал примерно 2-3 тысячи долларов в месяц. Это не очень много, и мне хватало чисто на свои расходы базовые какие-то. Бизнес не идёт, там, где я работаю, я понимаю, что нужно что-то делать. Я уже в голове принял для себя, думаю, всё, надо возвращаться в Россию, ну, как бы, не складывается эта поездка. Очень-очень кратко, мой прямой конкурент, у которого я, по сути, отобрал, как бы, часть бизнеса, встретил меня на улице, мы с ним очень мило побеседовали, я поделился своими мыслями, и он мне сказал, блин, чувак, ты крутой, тебе нужно ехать в Манхэттен, на Таймсквер, потому что там есть деньги, там есть бизнес, и ты там точно сможешь заработать. А у меня тогда было 19, я даже себе не мог краску купить, баллончики, которым я рисую, потому что в Америке баллончики продаются только с 21. Серьёзно? Серьёзно, то есть там из-за граффити, из-за того, что, ну, условно, много вандалов разрисовывают поезда и так далее, ну, и много довольно неадекватных людей, которые могут там в лицо прыснуть, продаётся только с 21. Это, кстати, ребята, если кому-то неизвестно, 21, это возраст совершеннолетия в Америке. Он ко мне обратился и сказал, всё, завтра ты просыпаешься в 10 утра, и мы едем в магазин, закупаем всё, что тебе нужно, я тебе всё куплю, и ты едешь пробовать в Манхэттен. В Манхэттене там был уровень запредельный, там люди уже работали по 10-15 лет, у них скил, реально скил. Они делали такие вещи, на которые ты смотришь и думаешь, вот ты ф***, как ты это делаешь? Вот, и там было там 20-30 человек, кто этим постоянно занимается, и конкуренция бешена. И, ну, в итоге я такой думаю, окей, надо попробовать. Я туда приехал, и в первый день заработал 300 баксов, 300 баксов, это 20 тысяч рублей сейчас по курсу, а там во второй и третий день я заработал там 500 баксов. И получилось, что за весь август, ну, и такой хороший месяц, много туристов, я заработал 8 тысяч долларов, и окупил всю свою поездку, и вышел в большой плюс, благодаря этому решению. Я тогда еще был, ну, знаешь, на таком уровне, когда думал, что, типа, мне везет, реально везет, типа, тут я поехал, мне повезло, там я поехал, еще люди, знаешь, окружение смотрят на тебя, там, на то, что ты делаешь, и такой, блин, да ему повезло. А потом, ну, а потом я уже начал читать литературу, ну, как больше, понял, что я пришел к тому, что это вообще не везение. К этому пришли мои действия, очень много действий, которые я делал, я шел по своему пути, тем самым, ну, как бы, ты получаешь результат заслуженный, если ты идешь, не сдаешься, что ты делаешь. Вот так, как бы, зародился мой путь, и после этого я поехал первый Christmas в Нью-Йорке. То есть, до этого ты только летом ездил? До этого я ездил только летом, вот, и мне тоже сказали, что, блин, чел, что ты ездишь только летом, почему тебе не поехать на зиму, потому что тоже это, это сезон, это огромное количество туристов, там люди работают, и зарабатывают хорошие деньги. И я также поехал зимой, первый сезон был тоже очень плохой, я плюс-минус вышел ноль, то есть, у меня такая работа была, что она была очень зависима от погоды, то, когда погода хорошая, ты много зарабатываешь, когда погода плохая, ты вообще не зарабатываешь. Ну, вот, и после этого так катался, 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 получил опять вторую визу, уже закончил лунник, закончил магистратуру, катался, катался. По поводу второй визы, когда получала, тоже так все спокойно, ровно прошло? Вторая виза у меня была вообще изи, в том плане, что там были небольшие проблемы с посольством, но так как я открывал визу в Москве, у меня была возможность подать визу в то же место, где я подавал, и на тот же тип визы, без собеседования. То, что я просто отправил документы, не ходил на собеседование, и просто потом пришел и забрал документы. Все. Сейчас такого уже невозможно сделать, сейчас посольство, все. Сейчас все посольства закрыты, и есть проблемы. Смотрите, ребят, сейчас нам Артем рассказывал, то, что он получил туристическую визу, поехал в всеми желанный Нью-Йорк, зарабатывал там хорошие деньги, жил красивой жизнью, повидал много всего, но я хочу обратить ваше внимание на то, что легально по туристической визе вы не можете работать, это вообще как бы запрещено законом, поэтому как раз таки к тебе следующий вопрос, как ты к этому всему относился, наверняка ты это знал, не боялся ли ты, ну судя по всему, ты ничего не боишься, ну вот давай про это поговорим. Ну я, конечно же, не боялся, потому что я вообще в Америку приезжал, она у меня не была какой-то супер желанной, это была обычная страна, с обычными людьми, с обычной культурой. Я жил, много поездок жил в хостелах, где были обратная сторона того, как бы этого пути. Я жил в очень ужасных, реально ужасных условиях, где с тобой в комнате еще там жили 10 человек, но при этом ты не мог позволить себе больше. И у меня не было какой-то розовой мечты, что блин, Америка такая крутая. Я к этому относился всегда очень просто, и всегда в голове держал то, что я не делаю ничего криминального с точки зрения человеческой, с точки зрения. Я просто развиваюсь, я просто делаю возможное в рамках своих возможностей. То есть я не мог получить бизнес-визу, не было другой возможности. Я делал то, что мог сделать. Да, я чуть-чуть нарушал закон, да, я что-то продавал, при этом я там что-то не платил налоги, но это было, с человеческой точки зрения, это было не сильно важно. Наоборот, как бы вокруг меня и вокруг моего пути был всегда очень классный вайб, потому что, когда я рисовал, я получал просто тонны хорошего фидбэка от людей, которым я делал картины, детишкам, которые... Ну, вообще всем, от мала до велика. То есть это была деятельность, которой хотелось заниматься. Меня всегда все поддерживали, люди там... Я, чтобы вы понимали, за последние вот эти 6-7 лет я в общей сложности продал больше двух с половиной тысяч картин. Это люди со всего мира, которые приезжают в Нью-Йорк, если так подумать, если каждая картина, которую я нарисовал своими руками, она рисуется там 5-7 минут, это частичка меняемой энергии, то сейчас, в данный момент, по всему миру, вот реально по всему миру, где-то есть точки, которые напрямую связаны со мной. Поэтому бояться таких как бы нюансов, связанные с депортацией, но в моем случае было глупо. Я всегда знал, что если это случится, я с честью это приму. То есть, ребята, если вы находитесь в Соединенных Штатах Америки по туристической визе, и при этом вы работаете, при этом у вас нет разрешения на работу, и его быть не может по туристической визе, то если вас, ну, грубо говоря, застукают, то вас могут депортировать из США. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Пока что я хочу, ты еще упомянул налоги, и вот эту тему хочу немножко затронуть, потому что, если даже вы нелегально в США работаете, если вы нелегально в США находитесь, также снова опять-таки работаете, то вообще очень рекомендуется платить налоги, потому что налоговая служба США как бы своих не сдает, им лучше, чтобы вы заплатили налоги, и они про вас ничего никому не расскажут о миграционной службе, нежели чем вы не заплатите. Значит, ты съездил в Америку, давай посчитаем в общей сложности сколько раз именно вот по своей туристической визе. Наверное, у меня было примерно 8-9 поездок в общей сложности за две туристические визы. Ну и сейчас, ребята, мы пододвигаемся к вишенке на нашем торте сегодняшнего интервью. Сейчас мы будем говорить о том, о чем говорят реально мало, и сейчас мы будем говорить о депортации. Пожалуйста, слово тебе, Артем, прям от и до нам интересно все. Как это случилось, когда, с чего началось? По сути, я уже Америку изучил довольно много за это время, ну и много где был, много путешествовал. Я уже понял, что в Америке я жить не хочу, не хочу туда переезжать, и начал рассматривать другие варианты, и у себя в голове понял, что следующей точкой, к которой я хочу поехать, это должна быть Европа. Я продвинулся в своей компании, где сейчас работаю, по этому направлению, и на этот год, именно на 2022 год, поставил себе цель поехать, точнее, устроиться, работать в европейскую компанию, и переехать туда, и попутешествовать по Европе. И, возможно, как бы вселенная услышала все вот эти мысли истинные, которые, как бы, ты думаешь. Я понимал, что рано или поздно мне нужно закрыть эту главу. Почему? Потому что та работа, которую я делал, она мне приносила очень хорошие деньги, но при этом я уперся в потолок и по заработку, и по развитию. То есть я реально делал уже очень крутые вещи по спрей-арту, но при этом тем же последним летом ты просто три месяца каждый день выходишь и тратишь все свое время на то, чтобы приходить и рисовать. Ты не развиваешься, ты не читаешь книги, ты не растешь. И это очень затягивает, потому что многие люди на таких работах работают 10 лет, и, да, многие всю жизнь, они очень страдают, потому что они не могут развиваться, и это очень страшно. И я смотрю на этих людей, я смотрю на эти кейсы, вижу, что я так точно не хочу. В голове я принял для себя решение, то, что 2022 год, он будет таким годом изменений, Америка отходит на второй план, и типа на первый план встает Европа. И я хотел сделать так, что последняя поездка вот эта, зимой, ковидная, она должна стать, ну, как бы последней, крайней. В этот раз, чтобы мне поехать в Америку, вышел закон в ноябре, что в Америку пускают только полностью вакцинированных. Я сел такой, думаю, ага, типа, у меня бизнес, я не вакцинирован полностью, что делать? Я купил билеты в Хорватию на выходные, полетел в Хорватию, у меня был спутник, две вакцины, но он не работал для Америки. Я поставил себе бустер Pfizer, получил этот QR-код, и все, с спокойной душой, сел на самолет в Америку, прилетел туда, и я прохожу контроль обычный, меня обычные вопросы спрашивают, и тут подходит офицер со стороны, смотрит на меня и говорит, ну, я его заберу. И тут я уже, ну, как бы, на интенсивном уровне понимаю, что он пришел конкретно за мной. Я такой, окей, я прохожу опять в комнату, и сразу с первой минуты понимаю, что, как бы, все серьезно. Он сразу мне сказал, что вы говорите там только правду, вы понимаете, что это все серьезно. Я такой, да-да-да. Он начинает открывать мой портфель, ну, смотреть мои вещи, с моего, конечно, разрешения, и говорит мне, парень, мы знаем, что ты рисуешь, я знаю, что у тебя классные картины, но, как бы, мы все знаем. Ну, вот так условно. И небольшая, как бы, зацепка, почему это произошло. Летом, последнюю поездку, моя работа была связана с тем, что я прихожу на определенную улицу, я работал на Таймсквере, в самой, там... Самая живая точка. Самая живая точка. Ее не любят местные, потому что там всегда куча народов, всегда много психов, всегда... Ну, там невозможно находиться нормальному человеку, действительно тяжело. Но, с другой стороны, там, энергетика просто бешеная, а я там все время работал. Нас все равно... Мы работали по определенным правилам, и там можно было получать тикеты. Тикет — это тебе дается полиции за какое-то нарушение. Штрафы. По сути, штрафы, которые ты потом в суде можешь закрыть или оплатить и так далее. И в последнюю поездку я получил тикет за то, что открылся раньше времени, и в тикете было конкретно прописано, что я продавал, там, став, я был как вендор, я получил этот тикет, он был диссмисс, что это значит, мне не нужно было ничего платить, мне назначили суд на, там, условно, октябрь-ноябрь, я на этот суд, конечно, не приехал, потому что меня не было в стране, но этот тикет был просто списан. У меня уже раньше, это был четвертый тикет, который я вообще за все время получил, первые три тикета, ну, как бы ни во что не конвертировались, а этот, этот, видимо, занесли, пока мы там еще разговаривали, я параллельно продавал картины, потому что у меня еще кастомеры были, ну, и мы стоим, там, полиция, которая выписывает мне тикет за то, что я не могу здесь работать, и я при этом продаю картины свои со стенда, ну, то есть, комично. Вот, они меня там сфоткали, и, видимо, это все-таки как-то дошло. У меня упал, в эту секунду, у меня упал груз с плеч, потому что я понял, что, блин, мне не нужно работать эти три месяца. Я был безумно рад, искренне, потому что, я же говорю, каждый раз, когда я ехал туда, у меня всегда была установка такая, что если я что-то заработаю, это будет круто. Если я просто попутешествую и вернусь, ну, и вернусь, тоже круто, потому что, ну, блин, путешествие, язык, друзья, с друзьями повстречаюсь, и так далее. Если меня вдруг депортируют, ну, как бы, окей. Я знаю, как бы, что я делаю. И поэтому в этот раз у меня упал груз с плеч, потому что эта глава закрылась сама собой. Они с самолета забрали мой чемодан, посмотрели все мои вещи, отвели в комнату, сфоткали анфас, профиль анфас, все, все, отпечатки пальцев, практически раздели меня, сняли обувь, посмотрели все, что везу, как везу и так далее. Ну, и задавали вопросы. Какие вопросы? Вопросы были, куда едешь, зачем едешь, на сколько едешь, а когда последний раз был, а сколько раз ты за последние годы ездил, а что делал, а чем занимаешься, а продавал ли ты работы? Ну, то есть, я был абсолютно честен. Единственное, что я не говорил, это, конечно, ну, я про цифры не говорил честные, я просто рассказал историю, то, что я художник, я приезжаю, у меня тут есть комьюнити, мне это интересно, я в этом развиваюсь, ну, и сказал, что последние две поездки так получилось, что я там продавал немного, то есть, что-то рисовал для себя, проделал, типа, я ушел в тему NFT, типа, digital art, они такие, что, типа, какой digital art, я им еще за NFT затер нормально, вот, но в итоге, я не смог съехать с темы, то, что я продавал, мне все равно пришлось об этом говорить, и я честно сказал, что я продавал, но, там, там, на тысячу долларов за все время продал картины, одна там картина стоит 10 баксов, то есть, вот это все по минимуму сказал, сначала у меня было одно такое, мини-собеседование с офицером, потом, я уже пришел на такое более серьезное, где мне сказали, поднимите правую руку, вы обязуетесь говорить, там, правду и только правду, поднимите правую руку, иначе вы там можете, у вас может быть уголовная ответственность, я такой, окей, вот, и на 7 страниц, мне потом дали распечатку всех моих ответов на вопросы, я все, ну, плюс-минус честно говорил, и все это заняло пару часов от силы, после этого, ну, мне сказали, чувак, твой кейс как бы решен, потому что, неважно, сколько ты продал, если есть факт того, что ты это сделал даже одной работой, это уже нарушение, если ты нарушил, ты должен понести наказание, все, как бы, очень все просто, потом меня там, я попросил еды, мне там еще накормили, мне билеты купили через, ну, все закончили, через 3 часа у меня был обратный самолет, я летел через Амстердам, и, то есть, страна все оплатила, я говорю, мне еще накормили, все, что хотел, я сделал, я там еще, там нельзя, как бы, пользоваться телефоном, но, если ты адекватный, то, ты можешь там отписаться, смс-ку кому-то, родителям написать и так далее, вот, и все, и я, получилось так, что я летел, Москва, Амстердам, Амстердам, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Амстердам, Амстердам, Москва, я в самолете провел 30 часов, по этим перелетам, за полутора суток, я домой приехал, и, ну да, еще в Шереметьево, я живу далеко от Москвы, еще 2,5 часа в пробках по Москве, и все, я безумно благодарен Америке, это был бешеный путь, классный, возможно, я еще вернусь, кстати, меня депортировали на 5 лет, это минимум, это минимум, сколько можно, сколько они могли дать, 5, 10, 15, 5, 10, 20 пожизненно, мне дали 5 лет, через 5 лет я могу подавать документы на визу, и также, мне не закрыли никакие счета, я знаю, что в следующий раз, когда я поеду в Америку, я уже поеду в другой роли, то есть, я был в роли студента, я был в роли иммигранта, я был в роли... Туриста как бы. Туриста, я был в роли такого туриста-иммигранта, но при этом, который уже знает очень круто Америку, и который чувствует себя лучше, чем даже местные, потому что у меня были деньги, у меня там было все, и при этом следующий шаг, это я должен поехать уже в роли человека, у которого, допустим, есть какая-то бизнес-виза, и который хочет там делать бизнес, вот это будет такой. Следующий шаг, и я уже смогу сделать это официально, и думаю, Америка будет не против. Спасибо тебе большое за то, что уделил нам время, давай тогда напоследок пару слов, что ты хочешь донести. Ребята, ты уже очень много чего донес, но такая прям финалочка. В первых, верьте в свой путь, любите то, что вы делаете, и делайте то, что вы любите. Я с конца прошлого года ввел, культивирую в себе умение отдавать, потому что это очень важно. То есть чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. И это касательно и энергии, энергии в любой форме. И сейчас я сделал такую фишку, которая меня безумно драйвит, моего внутреннего человека, который хочет расти. Я с любого своего дохода, который у меня сейчас есть, разыгрываю 5% среди своего окружения. И параллельно с этим, люди могут поучаствовать в этих розыгрышах, делая какие-то маленькие задания. Я рассказываю какие-то интересные темы, которые мне интересны, какие-то книги, про которые я читаю. Обсуждаем с людьми какие-то инсайты, которые у друг друга возникают. И я верю в то, что если я вкладываю в свое окружение, это окружение растет, и это окружение позволяет расти мне. То есть это такая синергия, которая есть между мной, между людьми вокруг меня. И еще, конечно, я учусь отдавать, учусь отдавать с чистым сердцем, и учусь жить по финансам и так далее. Поэтому заходите в Инстаграм, смотрите. Здорово, спасибо большое. Поэтому вот так. Спасибо тебе, что пригласила. Спасибо. Будем еще общаться. Обязательно. Ребята, не забывайте подписываться, ставить лайки и пишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому всему поводу. Задавайте вопросы Артему, задавайте вопросы под этим видео, задавайте вопросы в его Инстаграме. Супер человек, супер талантливый, супер энергичный. Поэтому до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok